Встреча выпускников Разговор давних знакомых закончился дракой Кто первый ударил и что грозит обидчику Незваный гость Бобруйчанка нашла в уборной летучую мышь Что сделали со зверьком Собрались переплыть в Березину и чуть не утонули Сотрудники освода за день спасли сразу двоих Как это было И лоб в лоб В Чехии столкнулись два поезда Сколько пострадавших В агрогородке Ковали загорелась квартира Хозяйка выбежала на улицу, вызвала спасателей Когда бойцы МЧС приехали на место ЧП Дым пробивался сквозь крышу двухэтажки Внутри здания создалось плотное задымление Пожар потушили Огонь уничтожил прихожую и одну из комнат Там почернели стены и потолок Досталось и жилью соседей Пострадавших нет Предполагаемая причина происшествия Аварийный режим работы электрощитка На Ульяновской вспыхнул балкон Сообщение о пожаре поступило во втором часу ночи Полыхало на третьем этаже многоквартирного дома Пламя не успело проникнуть внутрь Спасатели, как сообщается, быстро ликвидировали возгорание Хозяева квартиры находились снаружи В результате пожара огнем повреждена рама И имущество на балконе Закопченный стены и потолок Пострадавших нет Причина пожара устанавливается Собрались переплыть в Березину И чуть не утонули Сотрудники освода за день спасли сразу два человека Первый отдыхал на пляже И решил перебраться через реку на другой берег Течение оказалось слишком сильным Мужчину понесло в сторону Он начал тонуть Дежурный отряд заметил пловца И поспешил на помощь 40-летнего бабручанина вытащили на сушу Позже такую же дистанцию решили преодолеть две девушки Пара смогла доплыть до противоположного берега На обратном пути у одной из них закончили силы Спасатели снова вовремя среагировали И достали человека из воды Ребенок попал под автобус Инцидент случился у остановки Стадион Спартак Общественный транспорт ехал по интернациональной На светофоре повернул на Октябрьскую И сбил 12-летнего мальчика Тот пересекал зебру на велосипеде Пострадавший оказался под передним правым колесом автобуса Юноша получил серьезные переломы и вывихи Его отвезли в больницу Никто из пассажиров не пострадал По информации оперативников Ребенок живет и учится в столице В Бобруйске был в гостях Детали происшествия выясняются Устроил аварию, скрылся с места происшествия Милиция отыскала и задержала беглеца виновника ДТП Машины столкнулись на Орловск В инцидент зафиксировал видеорегистратор Водитель УАЗа обогнал автобус Выехал навстречку, врезался в Рено А затем скрылся Обошлось без травм Позже выяснилось У виновника ДТП не было прав и страховки Мужчина получил сразу 5 административных протоколов За две с половиной недели инспекторы ГАИ задержали 11 нарушителей Три человека были пьяны Еще восемь без водительских прав Все получили административные протоколы Оперативники проводили специальный мониторинг Для предотвращения ДТП Лишь за первые пять месяцев 2020-го По вине нетрезвых владельцев авто Произошло 17 аварий Пострадали 23 человека Давно не виделись Случайная встреча школьных приятелей закончилась дракой Компания отдыхала у магазина на Карла Маркса К ней подъехал Мерседес Из машины вышел знакомый Одного из присутствующих Учились в одной школе Завязался разговор, постепенно перешедший в словесную перепалку Не прошло и пары минут, как мужчины пустились в рукопашную Потасовку через окно увидела продавец И нажала тревожную кнопку Когда отряд милиции приехал по указанному адресу Зачинщик драки сел в авто и уехал Оперативники успели записать номера Обидчика вычислили и задержали Действиям фигуранта дают правовую оценку Нашла в уборной летучую мышь К бобруйчанке наведалась незваная гостья Хозяйка заметила ее вечером А пешила обратилась за помощью к сотрудникам МЧС Спасатели поймали зверька и выпустили во двор Эксперты отмечают При виде летучей мыши не стоит впадать в панику Представители, которые обитают в наших широтах, безобидны Если существо попало в дом Стоит распахнуть окно и подождать, пока оно покинет жилище Можно накрыть зверька коробкой, просунуть картонку, вынести на улицу и отпустить на волю Зимой этих млекопитающих лучше передавать специалистам или приютить до весны Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии Составы встретились у Карловых Вар По меньшей мере три человека погибли, еще 20 получили ранения Причины ЧП устанавливаются, местный ЖД-оператор сообщил Движение по линии временно прекращено Отмечается, машинисты успели включить аварийное торможение, но все равно не смогли избежать удара К проведению спасательных работ привлечены сотрудники экстренных служб из разных районов Чехии А также их коллеги из Германии Это была Сирена Больше новостей ищите на нашем YouTube-канале и соцсетях Я Владислав Боев Увидимся через неделю Субтитры подогнал «Симон»